МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Семья убитого молодого человека в поселке Акжал требует справедливости. В настоящее время в деле фигурирует лишь один подозреваемый. Родные погибшего уверены, что убийство было спланировано несколькими людьми. Более двух тысяч молодых карагандинцев сегодня закончили школу. С этим знаковым событием выпускников поздравил Аким Караганды Нурланов Бакиров. Благодарственное письмо от премьер-министра. Глава области Ерлан Кушанов поздравил 60-летним юбилеем известного поэта Галыма Жайлабая. Творческий вечер состоялся во Дворце культуры Горняков. Семья убитого в собственном доме молодого человека требует справедливости. В апреле 25-летний житель поселка Акжал скончался от ножевых ранений. В настоящее время в деле фигурирует лишь один подозреваемый. Родные погибшего считают, что убийство было спланировано несколькими людьми. Курдиша Косымова не может сдержать слез, рассказывая о трагедии, которая случилась в их семье в ночь с 13 на 14 апреля. От горя у женщины охрип голос. Больше месяца назад она предала земле своего 25-летнего сына. Молодой человек скончался в собственном доме от нескольких ножевых ранений в правый бок. Теперь убитая горем женщина требует наказания для виновных. По ее словам, убийцы, лишившие ее сына, до сих пор на свободе. Они на свободе, а мой мальчик мертв. У него осталась жена, остались родители. К нам никто не приходил, даже полицейские. Я никогда не думала, что потеряю сына так рано. Теперь я хочу лишь справедливого наказания убийцам. Мама погибшего неспроста использует слово «убийцы». Она уверена, что нападавших было несколько, и они заранее спланировали убийство. Брат погибшего также считает, что в деле слишком много несостыковок. Тот злополучный день 25-летний Мейрам провел с друзьями. В 3.30 он вернулся домой в сопровождении друга. В 4 утра супруга Мейрама позвонила ему с работы и убедилась, что муж в полном порядке. Всего 30 минутами позже друг обнаружил окровавленное тело Мейрама на кухне. Старший брат погибшего Берик Ошанов показывает место убийства. В ночь на 14 апреля эти белоснежные стены были окрашены кровью. Мужчина недоумевает, как за столь короткий срок один человек мог легко управиться с убийством. «Он кричал, вся кухня была в крови. Разве может один провернуть такое убийство? Я уверен, что моего брата убили несколько человек. Они спланировали это заранее. Знали, что его жена на работе, что он вернется домой поздно, так как гуляет с друзьями». Главным подозреваемым в деле фигурирует тезка покойного, некий Мейрам Сармантаев. Как выяснилось, в ту ночь он пришел в дом погибшего. После чего трое мужчин распивали спиртные напитки. Друг погибшего отправился спать, оставив двоих мужчин наедине. Проснувшись через 20 минут, он обнаружил окровавленное тело своего друга. Все подозрения пали на Мейрама Сармантаева, который находился в нетрезвом состоянии. «В тот день мой брат сильно выпил. Он действительно был в том доме, но не помнит всего, что было. Знает только то, что между ними была драка. Он говорит, что погибший его избивал». Со слов подозреваемого, сотрудники полиции сделали вывод, что он защищался. Возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть пострадавшего по неосторожности». Подозреваемый проходит в лечение в больнице. В ту злополучную ночь он получил травмы, которые, по всей видимости, причинил погибший. Совсем скоро расследование расставится в точке над «и». Вот только семья погибшего уверена, что Мейрам погиб не вследствие обычной драки после застолья, а был убит недоброжелателями. Тохжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области выработали конкретные действия по реализации пяти социальных инициатив, предложенных главой государства в марте этого года. План действий по каждому пункту был представлен региональному общественному совету во главе с Акимом области Ирланом Кушановым. Стоит отметить, что наш регион стал первым в стране, где был создан совет, в который вошли все политические партии и общественные объединения. 7-20-25. Так называется программа, направленная на обеспечение доступности населения к ипотечным банковским ресурсам. Иначе говоря, новая ипотечная программа позволит казахстанцам приобретать жилья под 7% на 25 лет, имея лишь 20% для первоначального взноса. Эти и другие конкретные действия по реализации пяти социальных инициатив президента обсудили на региональном совете. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов особо отметил, что наибольшую поддержку жители нашего региона высказали проекту по газификации. Наибольшая протяженность газопровода будет проходить через территорию нашей области. Практически 70% населения и более 100 населенных пунктов получат доступ к природному газу. И это позволит улучшить условия жизни огромного количества домов и семей и даст новый импульс для развития малого и среднего бизнеса. К тому же это новые рабочие места, это развитие инфраструктуры, решение множества экологических проблем. Газификация создаст дополнительные условия для экономического роста в целом всего нашего региона. Глава региона также отметил, что уже в момент выхода документа президент поручил партии Нур-Отан контролировать выполнение социальных инициатив. Стоит отметить, что Карагандинская область – это первый регион страны, где был создан специальный региональный общественный совет. И основная задача регионального общественного совета, членами которого являетесь вы, уважаемые коллеги, это исполнение поручений главы нашего государства. В состав совета включены представители практически всех институтов гражданского общества. Это все действующие политические партии, представители Ассамблеи народа Казахстана, депутаты Маслихата, неправительственные организации, общественные объединения, профсоюзные организации и лидеры общественного мнения. В региональном общественном совете созданы пять рабочих групп по каждой социальной инициативе. Они будут выезжать также в регионы, будут выезжать здесь, на месте, будут получать информацию о реализации той или иной конкретной направления социальной инициативы. И, естественно, если это проблемные вопросы там не решаются или, допустим, нарушаются, нарушения выявляют, они будут, совет уже будет докладывать, естественно, информировать. И Акима области, он является председателем филиала партии. Естественно, мы будем на своих площадках разбирать эти все нарушения. Говоря о конкретных действиях, на заседании совета сообщили, что уже во втором полугодии текущего года предусмотрено начало выдачи новых ипотечных кредитов. На центральном уровне Национальным банком разрабатывается программа 7-20-25, которая в соответствии с дорожной картой будет утверждена уже в этом месяце. Начало выдачи новых ипотечных кредитов программой предусмотрено уже во втором полугодии текущего года. Для выкупа ипотечных кредитов по программе Национальный банк создает специальную дочернюю компанию, которая начнет функционировать с июля текущего года. Финансирование компании Национального банка будет осуществляться за счет привлечения средств на внутреннем рынке и на рыночных принципах. Этим самым реализация программы не потребует использования средств госбюджета. На первом заседании регионального общественного совета обсудили каждую инициативу президента. В завершении было заявлено, что задачи определены, будут приложены все усилия для своевременной и качественной реализации инициатив главы государства. Мирамгуль Салкимбаева, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В области планируют завершить пассивную кампанию до первых чисел июня. Об этом сообщили на очередном аппаратном совещании. Заместитель Акима области Серик Шайдаров поведал Ерлану Кушанову о проблемных вопросах сельского хозяйства и о том, как идут пассивные работы. В этом году пассивная кампания в регионе началась позже обычного из-за неблагоприятных погодных условий. Однако заместитель Акима Карагандинской области Серик Шайдаров отметил, что нужно ускорить работу, а не ссылаться на плохую погоду. Он рассказал Ерлану Кушанову о результатах своей поездки в районы, а также назвал те, в которых нужно ускорить работу. К таким он отнес Каракаролинские и Улутавские районы. Заместитель Акима области не обошел вниманием еще один важный вопрос – создание электронных карт полей. Как выяснилось, и в этом вопросе не все районы и города области поспевают за графиком. Что касается создания электронных карт пассивных полей, на сегодняшний день около 1200 пользователей внесли свои площади в электронную базу данных, а это 73% всех пахотных земель. До 1 июня планируем увеличить эту цифру до 80%. По области во всех городах, кроме Садпаева, график выполняется в сроке. Среди районов отстают Бухажрауский и Шецкий. Глава региона отметил, что данный вопрос нуждается в непрерывном контроле. Он поручил своим заместителям информировать его о ситуации в районах. Серик Жаманкович, во время объезда районов не только обращайте внимание на вопросы вашей сферы, но и ознакомьтесь с ситуацией в целом. Как ведется работа? Реализовываются ли госпрограммы? Что волнует народ? Не отказывайте людям, устраивайте встречи с населением. В завершении Серик Шайдаров обратил внимание Акима на вопросы, требующие решения. Он отметил, что наиболее крупной проблемой в сельском хозяйстве является техника, а точнее ее отсутствие или неисправность. По словам Серика Шайдарова, во многих селах необходимую технику не приобретали последние 20 лет. Тоже Анлянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку, а теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Последний звонок прозвучал для карагандинских выпускников школ. В спортивном комплексе Жастар состоялся традиционный праздник, который прошел под эгидой празднования 20-летия Астаны. Аким Карагандзе и Нурлана Убакиров поздравил 11-классников с окончанием школы. Спортивный зал Жастар в этот день украшали множество разноцветных шаров. Одетые в белые фартуки с белыми бантами выпускницы школ и элегантные выпускники. Общий городской праздник последнего звонка в Караганде проводится на день раньше, так как 25 мая выпускники соберутся на линейке в своей родной школе. Торжественное собрание с поздравительной речью и напутственными словами открыл глава города. Он отметил, что формирование образованного поколения – это главная задача государства. От тех, кто сегодня сидит за школьными партами и студенческих аудиториях, зависит будущее нашего города и нашей страны. Со своей стороны государство делает для этого все возможное, оснащает школы современным оборудованием, кабинетами, компьютерами. В этом году на укрепление материально-технической базы школ выделены значительные средства. Дорогие выпускники, желаю вам удачи и исполнения ваших самых смелых начинаний. Творите, дерзайте на благо нашего родного Казахстана. Красочную и интересную концертную программу продолжило чествование лучших из лучших выпускников, победителей многочисленных интеллектуальных олимпиад и турниров, творческих конкурсов и фестивалей, а также спортивных соревнований. Один из них – Жандос Мейерманов, он выпускник школы номер 23. Претендент на знак Алтенбельгии, обладатель титула – ученик года. Своё будущее Жандос намерен связать с социологией. Я являюсь секретарем молодежного маслехата города Караганды. И я с раннего уровня, с 9-го своего класса, я активно увлекаюсь общественной деятельностью, веду активную связь с акиматом города, с маслехатом, с депутатами маслехата. И по наставлению, по совету этих людей, знающих людей, знающих мою натуру, они мне посоветовали. И также это для меня очень интересно, интересная наука изучать социологию и государственное управление. Общегородской праздник последнего звонка проходит каждый год, но всегда имеет свои отличия. В нынешнем году идейным лейтмотивом праздника является 20-летний юбилей Астаны. Одним из самых торжественных моментов стало произнесение клятвы. Выпускники пообещали сохранять и развивать многовековые традиции, язык и культуру народа Казахстана, быть безгранично преданными делу служения нации и укреплять независимость государства. После чего прозвучал долгожданный последний звонок. Всего в Караганде в этом году школу заканчивают 2111-ти классников. 1684 из них планируют принять участие в едином национальном тестировании. В нынешнем году в Караганде 66 претендентов на знак Алтынбельге и 46 на аттестат с отличием. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Казахстане отмечается увеличение количества повторных преступлений среди тех, кто отбывал сроки в местах лишения свободы. Это отмечают не только правоохранительные органы, но и общественность. 24 мая состоялся запуск пилотного проекта в Цемертау, получивший название «Совершенствование института пробации». О ресоциализации освободившиеся говорили в областном Акимате. В мировой практике институт пробации существует около 200 лет. В Казахстане он работает чуть больше года. Есть свои наработки, есть положительные результаты. Но есть и проблемы. В рамках совместной деятельности с проектом Европейского союза «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане» пилотируется новый проект в Цемертау – «Совершенствование института пробации». На повеске дня у нас сегодня презентация пилотного проекта «Совершенствование института пробации», где будут раскрыты цели и задачи, значимость и ожидание результатов издательства проекта в нашем регионе. Умение сопоставить достижения других стран и сделать правильные выводы и даст работа в рамках нового проекта. Даже такие бытовые вопросы, как штатное расписание, бюджет, обучение офицеров, можно будет апробировать в рамках темертауского проекта. Необходимо провести анализ рабочих процессов, который будет способствовать дальнейшему совершенствованию уже действующей модели пробации. Внедрить систему оценки рисков, то есть определить группы подучетных, которые требуют наиболее выстинного внимания, как в вопросах надзора и контроля за поведением, так и в вопросах социально-правового характера. Значительно повысить роль досудебного доклада при рассмотрении судом уголовного дела. Совершенствование существующей модели пробации позволит достичь цели в случае решения проблемных вопросов реассоциируемых лиц с момента вовлечения их в орбиту уголовного преследования до полного отбытия наказания, не связанного с лишением свободы, предоставив им обширный спектр социально-правовой помощи. В первую очередь, я считаю, что пилот – это очень хороший тест для идеи и возможности протестировать реальность. Он научит новым подходам к пробации. Казахстан должен выработать собственную тактику и методику совершенствования института пробации. Темиртауский проект «Совершенствование института пробации» позволит найти решение множества вопросов. Например, если на Западе освобожденный из мест лишения свободы отказывается от работы, то, согласно законодательству, он отправляется обратно и получает дополнительный срок. В законодательстве Казахстана такого нет. Цель заключается в том, чтобы на основе изучения существующей практики, через призму действующего законодательства, выявить слабые моменты, которые требуют доработки, и внести предложение через руководство МВЗ, через руководство Генпрокуратуры, через руководство Верховного Суда, вынести предложение о совершенствовании законодательства. Основной целью проекта является дальнейшее совершенствование действующей модели пробации с внедрением системы оценки рисков и повышения роли досудебной пробации. На совещании в Акемате Караганинской области было предложено расширить рамки пилотного проекта совершенствования института пробации. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На сцене Дворца культуры Горняков состоялся творческий вечер поэта Галыма Жайлабая. Мероприятие приурочили к 60-летнему юбилею заслуженного деятеля Казахстана. Поздравить Галыма Жайлабая приехали его друзья, писатели, общественные деятели и поэты из Казахстана и стран зарубежья. В ходе вечера Акимобласти Ирлан Кушанов лично поздравил поэта и вручил ему благодарственное письмо от премьер-министра Бахачана Сагентаева. Благодарственное письмо от имени главы правительства поэту вручил Акимобласти Ирлан Кушанов. Он выразил Галыма Жайлабая благодарность за его творчество, за множество стихов, в которых отражается прошлое, настоящее и будущее Казахстана. В своей речи глава региона отметил, что талант Галыма Жайлабая – это общее достояние всего тюркского народа. А его юбилей – это не просто круглая дата, а праздник поэзии. Мы народ, который всегда почитал своих поэтов. Сегодняшний вечер является ярким тому примером. Говорят, что поэзия укрепляет наш дух. Я полностью с этим согласен. Я уверен, что Галыма Жайлабая останется в истории как талантливый поэт. Галыма Га, спасибо вам за то, что прославляете наш народ. У вас впереди еще много достижений. Я желаю, чтобы в вашей жизни было еще много творческих вечеров. То, что сегодня приехали гости из зарубежья, еще раз доказывает, что ваш труд почитают не только в Казахстане. Из всех современных поэтов Казахстана стихи Галыма Жайлабая чаще других переводили на разные языки. Он внес неоценимый вклад в развитие современной поэзии. Сегодня имя Галыма Жайлабая на устах любителей поэзии всех возрастов и национальностей. Каждое стихотворение поэта пропитано любовью к своему народу, болью за его прошлое и надеждами за его будущее. Среди многочисленных гостей мероприятия были видны общественные деятели и яркие представители литературы и науки. С каждым из них поэта связывает многолетняя дружба, общие идеи, любовь к народу, его истории и литературе. Почетные гости рассказали о качествах, которые больше всего ценят в Галыме Жайлабая и его творчестве. Один из зарубежных гостей Аяна Крема отметил, что с переводом стихотворений Галыма Жайлабая на турецкий язык у поэта появилось много почитателей в Турции. Когда я перевел стихотворение Галыма Жайлабая на турецкий, многие хорошо высказывались о его творчестве. Говорили, что ранее не читали такие душевные стихи. Турецкий народ высоко оценил творчество Галымака. Одно из наиболее ярких произведений Галыма Жайлабая – это поэма «Реквием» «Кара у Рамал». В ней поэт изливает печаль о бузниках концлагерей. Многих людей покорила именно эта поэма. Я знаком с творчеством Галыма с давних пор нашей дружбе более 30 лет. Его поэма «Кара у Рамал» потрясла меня до глубины души. Ее перевели на 14 языков мира. Я считаю, что это великое достижение в казахской литературе. Я желаю Галыму долгих лет жизни и множества шедевров литературы. В ходе мероприятия виновнику торжества были адресованы множество искренних пожеланий. Полный зал поклонников творчества поэта внимательно следил за каждым выступлением. Галым Жайлабая прочел для своей публики свои лучшие стихотворения. Известные певцы исполнили душевные песни, написанные на стихи поэта. Торжественное мероприятие вел поэт, доктор филологических наук Аманжол Альтаев. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сотрудники Карагандинской мусульманской мечети Аль-Машани организовали благотворительное мероприятие в честь священного месяца Рамазан. Спонсорами акции выступили предприниматели и активные граждане. Сто семей получили продовольственную помощь. Благотворительная акция, организованная в честь наступления священного месяца Рамазан, прошла в мечети Аль-Машани. Здесь собрались сто нуждающихся семей, которые в равном количестве получили продукты питания. А именно крупы, муку, сахар, подсолнечное масло. Одним словом, все необходимое для приготовления пищи. Также семьям вручили по пять тысяч тенге. На организацию акции потратили один миллион тенге. Сегодня люди, которые придерживаются активной гражданской позиции, собрались в нашей мечети, чтобы сделать добро для ста семей. Я считаю, что это отличное мероприятие, ведь оно проводится в лучшие из месяцев. В священный Рамазан мы должны проявлять милосердие, доброту и участие. За каждый благой поступок последует вознаграждение. Проводить подобные мероприятия мечети страны призвал председатель Духовного управления мусульман Казахстана Серегбай Хаже Ораз. Мечети по всей стране оказывают материальную помощь семьям, которые находятся в шатком финансовом положении. Мероприятие спонсируется за счет неравнодушных предпринимателей и активистов города. В этот месяц очень много, ну все мусульмане, я думаю, не только стараются делать очень много благих дел. Также вот хочу поблагодарить, сейчас подготовили бизнесмены, 100 семьям, нуждающимся семьям продуктовые пакеты. Я думаю, это в этот благословенный месяц будет очень большая награда. Мероприятие было организовано силами 18 граждан. Стоит отметить, что данная благотворительная акция будет проводиться в мечети Аль-Машани и в других мечетях города на протяжении всего священного месяца. Торжа Анлянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Ровно 10 лет прошло с того дня, как инспектор дорожной полиции Кайрат Жумавеков ценой собственной жизни спас 130 школьников. Сегодня в Заречном, родном поселке Кайрата, состоялись памятные мероприятия. 20 мая 2008 года инспекторы дорожной полиции Кайрат Жумавеков и его напарник Дмитрий Пугач сопровождали три пассажирских автобуса с детьми. 130 ребятишек ехали из Караганды на экскурсию в Астану. На оживленной трассе водитель автомобиля Тойота решил обогнать большегрузный КамАЗ. В результате обе машины вылетели на встречную полосу, по которой и двигались автобусы с детьми. Кайрат и Дмитрий предотвратили лобовое столкновение автобуса с КамАЗом, подставив под удар свою машину. Дмитрий с множественными травмами был доставлен в больницу. Его жизнь удалось спасти, а Кайрат от полученных травм скончался на месте. Ему было всего 30 лет. Сегодня в честь героя названа средняя школа, где учился Кайрат Джумабеков. Здесь и прошел памятный митинг. Родные и коллеги вспоминали Кайрата как исключительного человека. Для наших будущих поколений, а также для наших коллег это достоинство, героизм. И будем мы об этом вспоминать каждый год. Также будем посвящать отдельные мероприятия. Сегодняшний день она останется у нас в памяти. Зари! Жаль! Плеск! Зари! Жаль! Плеск! Сегодня в этой школе учатся и дети Кайрата. Сын Галым в этом году заканчивает школу. Он уже давно принял решение пойти по стопам отца и стать полицейским. Десять лет исполнилось, как отец погиб. Я рад, что сегодня проводят такое мероприятие. Я уверен, что подвиг моего отца останется в нашей памяти навечно. Гибель Кайрата Джумабекова при исполнении получила широкий общественный резонанс. Указом главы государства он был посмертно награжден орденом Айбын второй степени. Памятные мероприятия в поселке Заречный проходили весь день. Андрей Тенн, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солбонгстар. Редактор субтитров А.Семкин